Когда я сижу за фортепиано, то у меня как бы такой полет в небеса. Начинаю играть, все, я в облаках летаю. Правда, как выглядят ее облака, Маргарита представляет лишь в своей фантазии. Она родилась на сроке в 27 недель, а через три месяца о себе дали знать осложнение. Девочка абсолютно ослепла. После нескольких операций она может различать лишь свет и темноту. Ей с самого начала, нужно с самого детства просто говорить, что ты сильная, ты справишься, у тебя все получится, не так, чтобы со всех сторон ее оберегать и все за нее делать. Да, ей тяжело, да, очень тяжело, я это понимаю, ну а как без этого? Просто требования, как к обычному ребенку, даже, наверное, больше. Больше Маргарита требует и от себя. Занятия музыкой вдохновляют на учебу, которая порой дается непросто, успевают в бассейн и на занятия по вокалу. Ведь с мечтой о профессии давно определилась. То выступление на российском фестивале «Белая трость» стало для Риты неожиданным приключением, которое помогло поверить в то, что переживать удивительные эмоции можно лишь трогая этот мир. Все отмечают, что у девочки необычно низкий голос, и она очень хотела услышать несколько советов от артистки с похожим тембром. «В целом мире только мы, ты и я». Зачем вы ко мне привели, так мы хорошо поищем ребенка? Я бы очень хотела, чтобы ты чуть-чуть стала раскованнее. Если станет чуть-чуть больше жизни, свободы, тогда, собственно, у меня останется место на сцене только Маргарита. Но, как всем творческим людям, даже на любимое дело Рите очень нужны вдохновения и впечатления. Сегодня она встретилась со своими друзьями в довольно необычном для них месте – кинотеатре. Только представьте, ребенку, который живет на ощупь, нечего делать ни в зоопарке, ни в цирке. А насколько сложны диалоги без видео на том же экране телевизора, можно понять, просто закрыв глаза. Сегодня в кинотеатре «Беларусь» впервые показали фильм для тех, кто не может его увидеть. Буратино прячет нос рукой, гладит его, приставляет большой палец руки кончику носа, шевелит пальцами, Карла усмехается, пожимает плечом. Это называется «тифлокомментарии». При подготовке такой версии фильма белорусские актеры успевают описать выражение лица и действия героев в перерывах между их репликами. Правда, такие показы пока остаются уникальными и лишь благотворительными. Нет у нас сегодня возможности инвалидам по зрению бесплатно, например, посещать кинотеатры. Но и фильмы не издаются на государственном уровне, чтобы мы пришли и заплатили за них деньги. Проект «Безмежное кино» осуществляется на частное пожертвование. И они, согласно договору с «Беларусьфильмом», изготавливаются только для некоммерческого показа. В эти минуты в Гродно для незрячих показывают белые росы. Дальше диски с фильмами попадут в библиотеки, где их можно будет брать на время. Сегодня эти дети в первый раз в жизни, если не посмотрели, то точно представили, а значит, увидели своего Буратино. И в их мир точно пришли новые ощущения. И сил стало немного больше. Хоть что-то я вижу. Немножко. Для меня счастье. Нужно все-таки верить, потому что без веры ничего и никак. Ну, может быть, ты там будешь надеяться на операции, на все. Но мне кажется, нужно все-таки верить. Анна Волковец, Ксения Каневцева, Александр Голобурда. Наши новости ОНТ. Субтитры создавал DimaTorzok